Краткая сводка о ситуации в Сирии на 23 января 2014 года. Алеппо. Арестована группа врачей, занимавшихся нелегальными закупками и применением лекарственных препаратов для онкологических больных. Препараты поставлялись с контрабандой и имеют сомнительное происхождение. Арестованные рассказывают о подробностях своей незаконной деятельности. И еще о контрабанде. Дерзор. Арестована крупная партия мяса с турецкой маркировкой. Мясо не соответствует санитарным нормам и пока даже не выяснено, какому животному оно принадлежало. Жителям рекомендовано внимательно относиться к приобретению и употреблению в пищу сомнительных продуктов питания. Там же обнаружены склад и мастерская по производству самодельных взрывных устройств. Хомс. Восточнее города располагается деревня Абуль-Аль-Аляйна, которая регулярно подвергается нападениям со стороны банд-экстремистов. Теперь с этим будет покончено. Деревню взял под охрану постоянный гарнизон сирийской арабской армии. Бандиты ежедневно несут большие потери и заметно поумерили свой пыл. А в деревне Таль-Аль-Шор продолжается добровольная сдача оружия местными жителями, осознавшими и раскаявшимися бывшими противниками законной власти. Провинция Дамаск. После того, как члены незаконных вооруженных формирований стали сдавать оружие, в районе Барзе начались восстановительные работы. А в районе Дараи обнаружен впечатляющий склад вооружения. Широчайший модельный ряд, включая образцы еще Второй мировой войны. В палестинский лагерь беженцев Аль-Ярмук прибыла группа представителей ООН для раздачи коммунитарной помощи. Там проживало более 150 тысяч человек. В последние месяцы этот квартал был в центре вооруженного противостояния между правительственными силами и террористами. На улицах шли бои. Лагерь оказался на осадном положении. Бандиты вначале отобрали все продовольствие, а затем продавали его в десятки раз дороже. Жители квартала голодают. Люди утверждают, что от голода уже скончалось около 50 человек, в том числе несколько детей. Блокада снята, но потребуется еще время, чтобы обеспечить пострадавшим приемлемый уровень жизни.